В здании детской школы искусств по улице Коржа 22 июня состоялся круглый столб «Незабытые герои первых дней войны». И это весьма символично. Здесь 74 года назад был создан первый в СССР партизанский отряд под руководством Василия Захаровича Коржа. Историки и краеведы, местные поисковики, руководство города, сотрудники горисполкома и музейные работники обсудили вопросы архивно-исследовательской и поисковой работы. Мы собрались для того, чтобы сообщать, обговорить, какие у нас есть еще не до конца изученные или, скажем так, не очень широко известные страницы начального периода Великой Отечественной войны. На эту тему был оформлен уголок истории. В ходе обсуждения участники круглого стола представили ряд проектов, которые совместно предстоит реализовать в ближайший год к 75-летию начала Великой Отечественной войны. Одно из самых важных направлений работы – увековечение памяти пинчан, призванных горвоенкоматом в июне 1941 года в Красную Армию. На сегодняшний день мы располагаем лишь небольшими документами, но даже те документы, которые мы располагаем, а это именно список наших граждан, которые в первые дни войны были призваны и впоследствии участие в боевых действиях на всех фронтах, во флотах, в армии, в авиации, где только наши земляки не воевали, везде есть те, кто был награжден боевыми наградами и орденами. И это прямое доказательство тому, что в первые дни войны был организован действительно широкий набор. Действительно люди по призванию стояли в очереди в военкомат для того, чтобы записаться и идти воевать на фронт с врагом. Ветераны органов внутренних дел и поисковики инициировали установку мемориальных знаков сотрудникам ОВД и госбезопасности, принимавшим участие в организации обороны Пинска. Также решено было установить памятную доску первому погибшему 22 июня 1941 года жителю города Дмитрию Павликовскому, тогда работавшему на сударемзаводе. Спустя 74 года на митингу проходной собрались рабочие, руководство завода и общественность города. Они минутой молчания почтили память погибших мирных жителей нашего города. Давайте память обо всех погибших, о Дмитрии Павликовскому и о миллионах других объявим минуту молчания. На митинге были озвучены некоторые результаты архивно-исследовательской работы относительно учащихся и преподавателей Пинской фельдшерской школы, призванных на фронт с первых дней войны. Но уже с первых дней войны молодежь города вставала на защиту Отечества. Пока фашисты бомбили землю, на которой мы сейчас с вами стоим, рабочие, молодые специалисты, школьники стояли в очереди военкомат, чтобы записаться на фронт. Мне, учащийся медицинского колледжа, особо отрадно за 15 моих сверстниц из медицинского училища 17-20 лет, которые ушли на Красную армию медсестрами, военфельдшерами, санинструкторами и отличились в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в детских оздоровительных лагерях состоялись уроки памяти, а на протяжении недели в Пинске проходят выставки и занятия, приуроченные 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны.